Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Коротко о некоторых темах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Зайцы Новый год выбирали. Интерактивный новогодний спектакль с таким названием увидели дети-сироты и ребята из малообеспеченных и многодетных семей. Глава Самары Елена Лапушкина продолжает представлять обновленную стратегию социально-экономического развития Самары. В этот раз она встретилась с жителями города в администрации Октябрьского района. С какими предложениями главе обратились жители – в нашем сюжете. Стратегия социально-экономического развития – один из важнейших документов для каждого города. В 2013 году Самара стала одним из первых городов России, внедривших принципы стратегического планирования. Тогда была принята стратегия комплексного развития города до 2025 года. Разработка велась по инициативе городских властей, к ней привлекались представители профессионального сообщества и жители областного центра. Все пожелания и мнения были учтены. Стратегия оказалась успешной. Но за прошедшие годы на федеральном и региональном уровнях приняли целый ряд важных решений. В первую очередь они коснулись реализации национальных проектов, которые должны были найти свое отражение в обновленной стратегии развития города. Актуализированный документ глава Самары Елена Лапушкина представляет на встречах с жителями. Таким образом, мы с вами имеем актуализированную стратегию социально-экономического развития города, которая, я убеждена, при ее реализации, конечно, позволит достичь городу высоких результатов и, безусловно, для наших жителей создать благоприятные условия. В свою очередь, жители города могут внести свои предложения по реализации отдельных пунктов актуализированной стратегии Самары. На встрече в администрации Октябрьского района прозвучал вопрос, связанный с развитием территории бывшего завода имени Масленникова. Подскажите, пожалуйста, в стратегии социально-экономического развития планируется сейчас застройка бывшего завода ЗИМ? И какие объекты, инфраструктуры социальные, может быть, планируются? Это будет, наверное, одно из самых красивых застроек в Самаре, современных застроек. И, конечно, концепция развития этой территории особой, пристальной внимания. И как будет с Волги смотреться, какое внутреннее наполнение. Те проекты, которые обсуждали, смею вас заверить, это действительно очень красиво и очень продумано. Есть и детские сады, есть и школы. Житель 16-го дома по пятой просеке Екатерина Мех выразила радость по поводу появления 26-й школы в микрорайоне, а также будущего строительства новой дороги, которая будет иметь важное значение для жителей. Один из важнейших вопросов для нашего микрорайона – это дороги, это развязки, так как мы находимся близко к Волге, достаточно камерно. И нам, большому микрорайону, нужно разъезжаться утром в час пик. И очень важнейшая стратегия, которую сейчас губернаторно озвучил, это строительство новой дороги, которая будет последоваться от 22-го портъезда, от улицы Солнечной до Московского шоссе. Мы очень рады, мы поддержим. Конечно, мы хотели бы участвовать в данном проекте, это именно благоустройство, что будет возле дорог, какое количество будет пешеходных переходов, как они будут сделать, что мы хотели бы участвовать. Глава города уверила, что решение жителей о том, что именно должно располагаться вдоль новой дороги, будет иметь решающее значение. Как учитываются и мнения других жителей, которые принимают активное участие в жизни и развитии города, и благодаря которым в Самаре появляются новые комфортные пространства. На встрече затронули также вопрос строительства пятой очереди набережной, расширения возможностей проекта «Пушкинская карта» и восстановления благоустройства сквера «Мира» на Московском шоссе после крупной перекладки. Не обошли вниманием и экологические темы – очищение Волги и реконструкцию ГОКС. Приоритетные задачи новой редакции стратегии развития Самары до 2025 года – повышение уровня и качества жизни населения, развитие человеческого потенциала, социального пространства личности, физической культуры и спорта, повышение инвестиционной привлекательности, развитие креативных индустрий. Виктория Шара и Николай Епифанов. События. Службы города продолжают устранять последствия ледяного дождя. Задачи, которые предстоит решить, разобрали на еженедельном совещании в Департаменте городского хозяйства. Обсуждение прошло под руководством первого заместителя главы Самары Владимира Василенко. В течение дня и ночи на улицах города работали более 300 уборщиков и порядка 240 единиц техники. Приоритет очистки от наледи остается за соцобъектами и пешеходными зонами. По проезжей части вопросов нету, то по тротуарам и по посадочным площадкам они остаются. Поэтому основная работа направлена сейчас на обработку противоугололедными, также удаление наледи с пешеходных мест. Улучшить работу общественного транспорта, снизить загруженность и создать транспортно-пересадочные узлы. В Самаре под руководством главы города Елены Лапушкиной прошло заседание общественного совета при городском департаменте транспорта. Многое было сделано в этой сфере, в том числе благодаря реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Но есть ряд нерешенных вопросов. Каким выводом пришли собравшиеся в нашем сюжете? Снизить загруженность автобусов и трамваев, обновить состав, добавить новые маршруты. Работу городского общественного транспорта обсудили сегодня на заседании общественного совета при городском департаменте транспорта под руководством главы Самары Елены Лапушкиной. Особенно это актуально для тех, кто живет или работает в Куйбышевском и Красноглинском районах города. Многое было сделано в этой сфере, в том числе благодаря реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Но есть ряд нерешенных задач. Ввод в эксплуатацию станции метро «Театральная» станет отправной точкой для комплексного изменения транспортной структуры в городе. Для стыковки городских и межмуниципальных маршрутов планируется формирование трех транспортно-пересадочных узлов – «Ягодная», «Пятилетка» и «Солидарность-Арена». Сейчас продумываются проекты по внедрению пересадочного билета для разовых поездок. Это позволит жителям добираться до места назначения быстрее. В часы пик автобусы самого протяженного 67 маршрута едут с железнодорожного вокзала до конечной остановки в Крутых Ключах около двух часов. С появлением транспортно-пересадочных узлов и единого билета пассажиры в случае пробок смогут пересаживаться на другой транспорт в удобном для них месте, не теряя в деньгах. Прозвучали и другие предложения. Договорились посмотреть возможность использования межинтервальных перевозок. Пригласим коммерсантов в определенный период времени работать на наших маршрутах. Поговорили по модернизации трамвайных путей на Новосадово. Конечно, это давно назрело, и мы будем этим заниматься. Руководитель департамента доложил и о наших перспективах, то, что мы уже делаем, и то, что мы будем продолжать делать в 2023 году. Спасибо приобретение новых трамвайных вагонов, и спасибо за это правительство Самарской области за поддержку. И, конечно, очень надеемся, что в следующем году у нас на линии будут и новые автобусы. Весной в трамвайно-троллейбусном управлении была проведена рекрутинговая кампания. Благодаря поддержке губернатора Дмитрия Азарова заработная плата сотрудников ТТУ выросла. Введена единовременная выплата для вновь принимаемых водителей в размере 100 тысяч рублей. Эти меры позволили стабилизировать кадровую ситуацию. В результате удалось увеличить выпуск на линию трамваев и троллейбусов. В 2021 году в Самару поставлено 22 новых троллейбуса и 10 автобусов. За два года обновлено более половины подвижного состава самарского метрополитена – 26 вагонов из 50. В ближайшей перспективе планируется приобретение 12 новых трамвайных вагонов и одного электробуса с двумя зарядными станциями. В городе три улицы с высокой нагрузкой – Московское шоссе, улица Гагарина и Новосадовая. Прозвучало предложение запустить короткие маршруты между ними. Пример уже есть. На сегодняшний день автобусы 272 маршрута курсируют от санатория Приво, расположенного на седьмой просеке, до станции метро Безымянка. Вот параллельно им из малонаселенных мест, чтобы вот эти коммерческие перевозчики подвозили к основным магистралям, где у нас работает достаточно хорошо общественный транспорт, и чтобы граждане могли спокойно подъезжать. Несмотря на существенное снижение пассажиропотока в годы пандемии, в городе удалось сохранить все виды транспорта. Работают автобусные, трамвайные, троллейбусные маршруты и метро. Ежедневно на линию выходит свыше 1100 единиц подвижного состава. Члены общественного совета предложили ряд возможностей и решений, которые необходимо обсуждать с экспертами и компетентными органами, в первую очередь с ГИБДД. Глава Самары Елена Лапушкина уверила, что все озвученные предложения будут тщательно проработаны. Виктория Шарая, Николай Сидоров, События. В конце декабря Самарское метро отметит 35-летие. В преддверии юбилея сотрудники метрополитена наградили победителей викторины «Самара» в движении. Участникам нужно было правильно отвечать на вопросы, которые размещали на страничке администрации города. Задания были связаны со знанием истории и развития Самарской подземки. Как чествовали победители, узнал Михаил Ермоленко. Для жительницы Самары Надежды Александровой метро – любимый вид транспорта. Он не просто самый удобный, но и самый интересный, рассказывает женщина. Ее всегда интересовала история создания городской подземки. Поэтому Надежда и решила участвовать в викторине «Самара» в движении, чтобы применить накопленные знания. Говорит, что попадались и сложные вопросы. Чтобы в будущем знать ответы и на них, женщина продолжит изучать историю метро. Собираюсь каждую станцию посетить именно с точки зрения того, что я еще не знаю, и другими глазами бы на это посмотреть. Для Светланы Головченко самым сложным оказался вопрос про тип платформ ожидания. А вот протяженность метро женщина знает наверняка. Самый вопрос простой. Наверное, вот протяженность метро. Самый первый вопрос, что у нас протяженность 11,6 километров. Метро нравится больше всего, конечно. Вот хотелось бы, чтобы оно больше развития у нас получило. Для самых эрудированных самарцев сотрудники метрополитена устроили экскурсию. Показали работу диспетчерской службы и как функционируют основные механизмы подземки, которые находятся в машинном зале. Все для того, чтобы в будущем даже на технические вопросы были ответы. Также победители викторины наградили призами, среди которых сувениры и транспортная карта с юбилейным дизайном. И главное, с положительным балансом, рассчитанным как минимум на 30 поездок. В 35-летии мы сделали небольшую книгу, посвященную юбилею 35-летия, в котором отображена история развития метрополитена, воспоминания наших сотрудников и строителей метрополитена, кто строил. И туда же приложен видеофильм. 25 декабря 1987 года в Куйбышеве ввели в эксплуатацию первую очередь метрополитена в составе четырех станций «Юнгородок», «Кировская», «Безымянка» и «Победа», а также заработала электродепо «Кировская». Тогда протяженность участка составляла 4,5 километра. Сейчас метро тянется почти через весь город, свыше 11 километров. Это один из самых востребованных, быстрых и экологичных видов транспорта. Инфраструктура активно развивается. В будущем метро получит свое долгожданное продолжение – станцию «Театральная», которая свяжет отдаленные районы Самары с историческим центром. В лучшую сторону меняется и состояние подвижного состава. За последние три года из 50 вагонов обновили более половины. Один новый поезд четырехвагонный пришел на предприятие. Во-вторых, вагоны отправлялись на завод, на капремонт, где менялась вся начинка. Они возвращались более светлыми, более удобными, более безопасными с точки зрения, что там всякие пожаростойкие материалы используются, и оборудованием транспортной безопасности они начинены. Активно обновляются и станции метро. Совсем скоро установят новые интроскопы для досмотра багажа, что увеличит безопасность как пассажиров, так и сотрудников Самарской подземки. Михаил Ермоленко, Константин Головин. События. Частичное открытие движения транспорта на перекрестке улиц Самарской и Полевой, которые находятся в зоне строительства метро, запланировано на 21 декабря. Там планируется завершить работы по устройству временного дорожного покрытия. В соответствии с погодными условиями применяется литой асфальтобетон. Перед запуском движения специалисты проведут уборку территории. Теплые вещи, термобелье, техника, оборудование, снаряжение и специальные новогодние подарки от губернатора скоро отправятся к военнослужащим в зону СВО. В Самаре готовится к отправке гуманитарная колонна для военнослужащих 2-й гвардейской армии, бойцов Самарского батальона, мобилизованных участников СВО. В преддверии Нового года волонтеры также загрузили символы предстоящего праздника – елочки, письма, открытки от самарских школьников. Гуманитарный конвой сформирован при поддержке областного правительства, предприятий, общественников, жителей региона для наших защитников. В этом году из-за непростой экономической ситуации в России были запрещены плановые проверки предприятий малого и среднего бизнеса. Но внеплановые по определенным нарушениям проводились. О результатах рассказал Леонид Пак, руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Самарской области. Какие нарушения были выявлены в нашем сюжете? Пристальное внимание УФА с по Самарской области в этом году было приковано к проведению догозификации в регионе. Согласно указу президента Владимира Путина, граждане имеют право обратиться к газораспределительным компаниям с просьбой присоединить их дом к газопроводу, если он есть в их населенном пункте. Газификация проводится по социальным ценам. Процедуры, сроки ее проведения и порядок упрощены. Некоторые жители региона жаловались в УФАС на немотивированный отказ в догазификации. Нарушение срока в предоставлении услуги – недостаточное информирование. По вопросам взаимоотношений с системами монополий в службу поступило 832 обращения. Как итог, антимонопольная служба выписала штрафы нарушителям на общую сумму 8 миллионов рублей. Это очень хорошая история. И ответственность за нарушения тоже суровая, достаточно предусмотрена, потому что это серьезно стоит на контроле во всех государственных органах. Обладать жильем и отапливаться дровами в наше время, конечно, это странно. При наличии газа в этом населенном пункте. Жаловались жители и на наружную рекламу. К примеру, одна из фирм разместила на баннере портрет Иосифа Сталина в солнечных очках. На это обратил внимание сотрудников антимонопольной службы один из самарцев. Он счел использование образа известной личности карикатурным и оскорбительным. Да, возможность мемов, она возможна. Ее можно использовать в соцсетях, наверное, в различных каких-либо закрытых, так скажем, обществах, где это приветствуется, обсуждается и так далее. А речь идет о продвижении товара. И в законе о рекламе прямо указано, что незакон не отпускается привлечения интереса к товарам с целью их продажи. И последовательно описано, в каких случаях. Экспертный совет при комиссии о рекламе вынес решение о нарушении. С жалобой в Уфас обращались и представители Автоваза. Они обратили внимание службы на фирму, которая без разрешения использовала их логотип для продажи авто. Но иногда антимонопольная служба учитывает текущую ситуацию и не выписывает предписания об устранении штрафов. Особенно в ситуации экономических санкций, когда участник не может поставить заказчику товар, либо исполнить контракт в связи с прекращением поставок комплектующих или запчастей из-за границы. Заказчик может принять это как объективную информацию. И тогда исполнители не включают в реестр недобросовестных участников рынка. В городской думе прошло заседание комитета по образованию, социальным вопросам, охране здоровья, молодежной политики, туризму, физической культуре и спорту. В числе основных вопросов развития массовых видов спорта, таких как игры в хоккей и городки. С докладами по этим темам выступил руководитель профильного городского департамента Дмитрий Чеканов и руководители спортивных федераций. С подробностями Ксения Баканова. В этом году катки по традиции появляются во дворах, около школ и на территории парков Самары. За объектами закрепляется свой тренер по месту жительства. Желающих заняться зимними видами спорта, например, хоккеем с шайбой, становится все больше. Для некоторых жителей это уже стало доброй семейной традицией. Развитие спорта обсудили в городской думе на заседании профильного комитета. Зима у нас хорошая, зима у нас снежная, морозная. Мы очень рады, что в парках на набережной заливаются катки. Для этого есть все условия, когда все жители города могут пойти семьями, покататься, поиграть. Городки – это славянская народная спортивная игра, в которой стараются с определенного расстояния попасть битой по заранее сложенным фигурам. Данный вид спорта является универсальным. Он может заниматься круглый год. Он не имеет возрастных отличий, он не имеет отличий по плавным признакам, так называемым гендерным. То есть могут заниматься и мальчишки, и девчонки, и мужчины, и женщины. Предусматривает занятия, хоть до людей с ограниченными возможностями, даже инвалид-колледжники играют. На территории города работают несколько площадок для занятий. Одна из них в сквере Академика Кузнецова в поселке Управленческий. Ксения Баканова, Максим Гусев, События. Новая жизнь для старых вещей. В минувшие выходные в Самаре прошла предновогодняя своп-вечеринка. Что это такое и почему самарцам нравится такой формат общения, выяснила Александра Гусева. Своп-вечеринка – это встреча для обмена вещами. Гости приносят ненужные, но пригодные для использования вещи – костюмы, обувь, украшения для дома и многое другое, чтобы обменяться ими с другими участниками встречи. Своп-вечеринку «Зимняя сказка», которая состоялась в молодежном самарском лофте, посвятили подготовке к новогодним праздникам. Каждый из участников мог принести или забрать не более шести вещей. Организатором мероприятия выступила региональная общественная организация поддержки семьи Самарской области «Родные люди» при поддержке Самарского дома молодежи. Мне нравится сам формат, то, что можно принести свои старые вещи для людей, которые в этом нуждаются, чтобы они тоже могли организовать себе какой-то праздник. Своп или обмен осуществляется на безвозмездной основе, поэтому даже те гости, которые ничего с собой не принесли, могли принять участие. Идея таких встреч не нова. Еще в 40-х годах прошлого века в Англии появились первые соседские вещевые обмены. Сегодня же своп-вечеринка – это инновация в решении экологических проблем. Я думаю, что это заставляет задуматься о том, что каждый из нас может оставить определенную пользу для природы, то есть не выбрасывать вещи, а заставлять их жить второй раз и приносить пользу нуждающимся людям. Также это интересное знакомство и способ нам, общественникам, рассказать о себе, чем мы занимаемся, как мы помогаем людям и как люди могут помочь. Для гостей своп-вечеринки также были организованы тематические новогодние мастер-классы по созданию зимнего украшения из кружева под руководством эко-активистки Ольги Пацовой, модернизации своих вещей на кастомайзинге от Надежды Сайпулаевой и даже начать реализацию своей мечты на «Елке желаний» от психолога Юли Косолаповой. Мастер-класс называется «Елка желаний». По сути, это перезагрузка, подведение итогов предыдущего года и планирование на следующий год. Часто бывает так, что человек, который впервые сталкивается с данным методом, он как-то настороженно к нему относится, но на самом деле это инструмент, который позволяет человеку узнать себя лучше. Своп-вечеринки очень популярны в Самаре. С каждым разом на них приходит все больше людей, открытых к общению и осознающих свою экологическую ответственность. Александра Гусева, Константин Головин. События. Добрая сказка для самых маленьких. В промышленном районе Самары для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, провели новогоднюю «Елку». Наша съемочная группа побывала на празднике. Привет! Привет, трусишка. А вы чего это тут делаете? Так много глаз. А я тебя учу, ребят, за себя обстоять. Новогодняя сказка пришла в промышленный район. В концертном зале Дома культуры Победы собрались дети-сироты, а также ребята из многодетных, малообеспеченных семей и семей мобилизованных граждан. Для них организаторы приготовили насыщенную развлекательную программу «Новогодний интерактивный спектакль». Знаю точно, будет Дед Мороз, будет снегурочка, будет представление и обязательно подарки. Все дети у нас писали какие-то желания. Деду Морозу письма и сегодня Дед Мороз будет их исполнять. По словам родителей, провести время вместе с детьми для них очень ценно. Мне кажется, очень важно создавать новогоднее настроение у детей. Сейчас мы уже стали сами родителями, а были детьми. И это наша теперь работа – радовать наших малышей, чтобы у них были приятные воспоминания о детстве, о празднике, о чуде. В этот раз маленькие зрители смогли не только насладиться шоу, но и сами поучаствовали в представлении. В этом году в зале собралось около 600 ребят. В заключении вечера каждый ребенок получил новогодний подарок. Светлана Кудрявцева, Ксения Баканова, Максим Гусев. События. Скажи свое мнение. Мы продолжаем проводить опросы в нашем телеграм-канале на актуальные и интересные темы. И сегодня выясняем, ели ли наши подписчики мандарины этой зимой. 75% ответили, что да, и не раз. 7% опрошенных сообщили, что еще только собираются купить. 7% покупают мандарины круглый год. И столько же 7% предпочитают другие фрукты. Далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Во внутригородских районах Самары полным ходом ведется подготовка к новому сезону благоустройства. В следующем году в промышленном районе Самары преобразятся 6 дворов. По улице Старозагора 84А, физкультурный 98, Московское шоссе 147, Победа 97, 97А, 97Б, Карла Маркса 280 и по улице Нововокзальной 138. Ожидается, что работы начнутся в апреле при наступлении благоприятных погодных условий. Во дворах запланированы работы по обновлению внутриквартальных проездов, тротуарных дорожек. Кроме того, в перечне работ установка детских и спортивных комплексов с безопасным прорезиненным покрытием, а также уличной мебели, сообщает телеграм-канал администрации Вести с Дворянской. 23 декабря в Самаре будет проводиться распределение свободных мест в дошкольных образовательных учреждениях на 2022-2023 учебный год. Для успешного проведения процедуры Департамент образования администрации Самары рекомендует родителям проверить данные, указанные в заявлении на портале образовательных услуг. В случае обнаружения в заявлении неточности и утративших силу сведений, необходимо обратиться в МФЦ для внесения в заявление необходимых изменений. Распределение свободных мест проводится в автоматизированном порядке, а предоставление места для ребенка в дошкольном учреждении родителям сообщат специалисты в соответствии с указанными в заявлении контактными данными, пишет телеграм-канал Департамента образования Самары. Продолжается всероссийская акция «Безопасность детства». Она призвана реализовать комплекс мер по профилактике чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними и направлена на объединение усилий в вопросах профилактики и предупреждения чрезвычайных происшествий с детьми. Рассказать детям об опасностях, которые их поджидают, оградить их от гибели и травматизма – одна из главных задач не только родителей, но всех субъектов профилактики. Ведь безопасность детей в наших руках, напоминает телеграм-канал администрации Кировского района. 19 декабря после тяжелой и продолжительной болезни на 91-м году жизни скончался бывший генеральный директор АО «Самара ГАЗ» Ефим Михайлович Вейсман. Прощание состоится 21 декабря до 12 часов по адресу Самара, улица Степана Разина, дом 101, квартира 7. На этом наш выпуск завершен. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте «Самара ГИС», в нашем телеграм-канале, на страницах в «Одноклассниках» и ВКонтакте. Выпуски новостей смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего доброго, увидимся. Субтитры подогнал «Симон»